Море, солнце и песок. Детский оздоровительный комплекс «Дружба» располагается на живописном побережье Черного моря в Лазаревском районе Сочи. В 2019 году здесь в общей сложности отдохнули и поправили здоровье 219 детей из Ненецкого округа, находящихся в трудной жизненной ситуации. В их числе 120 детей из сельских населенных пунктов округа – Бугрино, Великовисочного, Варныка, Каратайки, Красного, Макарова, Нельминого Носа, Неси, Чижи, Омы, Снопы, Тельвийские, Устькары, Харивера и Щелина. Детский лагерь «Дружба» находится в Сочи в поселке Макапсе, в 100 метрах от Черного моря в лесопарковой зоне. Территория лагеря «Дружба» представляет собой субтропический парк с кипарисами, пальмами, монголиями и платанами. Работаем мы сезонно, то есть в летний период времени. Принимаем детей со всей страны. В настоящий момент у нас находятся дети на оздоровлении из республики Татарстан, с Наринмара, Московская область, Ростовская область и дети наши кубанские. Смена осуществляется по 21 дню. Большой периодический состав у нас, порядка 70 человек. Особое внимание уделяем, прежде всего, безопасности, комфортному, доброму отдыху детей. Вся наша работа направлена на то, чтобы дети получали хорошие эмоции, позитивные. Детский лагерь вмещает в себя 500 человек. Дети в лагере «Дружба» расселяются в двух трехэтажных корпусах, в трех-пяти местных номерах. Для удобства раковин, душ и туалет на этаже. В лагере имеются столовая, медицинский кабинет, стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле, настольный теннис, брусья и турники, библиотека, киоски. Директор лагеря Александр Вахтуров признается, что работа с детьми очень непростая. Работа нелегкая, конечно, у нас. Что тут сказать? Дети бывают разной категории, конечно. Для этого есть педагогический состав, который работает постоянно. Это и психолог, и начальник, и заместительный начальника лагеря, вожатые, воспитатели. Ну, это наша работа. То есть мы не делим детей на богатых и бедных, на веселых, озорных или трудновоспитуемых. У нас сотрудник ПДН на постоянной основе, прикомандированный сотрудник ПДН, капитан полиции. Весь сезон курорт находится у нас на территории, проживает. То есть если дети попадаются, ну, трудновоспитуемые, так мы их называем, проводятся постоянные профилактические беседы, составляются какие-то там материалы, то есть бумаги. Ну, слава богу, в три раза ничего такого серьезного не было, конечно. В течение всей смены в лагере «Дружба» проводятся развлекательные мероприятия. Вечера подвижных игр, конкурсы, День Нептуна, День именинника, торжественное открытие и закрытие смены, спартакиады, эстафеты, веселые старты, первенство лагеря по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, армрестлингу и многое другое. У меня дети хорошие, активные. Есть, конечно, озорники некоторые. Но не страшно, все поправимо, молодцы. Живем уже дружно вместе, иногда ругаемся. Расскажите, какие мероприятия для вас? Мероприятия на суд был квест, который им очень понравился. Делали сами вожатые. Для них дети были просто в восторге. Теперь каждый раз квест, квест, квест. Постоянно просят. Танцевальных мероприятий много. Вот сегодня танцевальный баттл у нас будет. Участвуют шесть человек. Это отряды. Объединяемся с отрядами тоже. Музыкальные мероприятия. Но вчера было спортивное мероприятие. Они заняли у нас первое место. Молодцы. Вот в футбол сегодня играли. 5-1. Нет, 5-0 сегодня наша команда выиграла. И в тот раз тоже играли. Нас 5-1 был. Вообще молодцы. У меня мальчики спортивные все. Футболисты. Молодцы. За дополнительную плату организуются экскурсии по достопримечательностям Лазаревского, экскурсии в Сочи, в Дендрарий, Дельфинарий, экскурсии на 33 водопада, в Самшитово ущелье, к Дальменам и так далее. Мне нравится быть в Солово. Я люблю проходить всякие классы, я люблю проходить всякие сложные задания. Мне это точно нравится. Что больше всего понравилось? Это какого? Искотека. Искотека больше всего понравилось? В Сурсии были? Были. Куда были? Экскурсии на Бериндеево царство. В Дельфинарии было? Да, был. В Дельфинарии. Океанариум. Аквонариум. Ну и все. Да, мне тут понравилось, мне понравилось, как мы ездили на квест. Ну, квест, наверное, все знают. Там страшилки, может быть. Мне понравилось Дельфинарии, Аквонариум. Ну и все понравилось. Вожатые хорошие, не нравятся? Ну, так, бывает, если навредить. Если что? Если навредить им. А, если навредить, а вы вредите? Да? Хорошо? Да. Да, здесь очень хорошо. Каждый раз, хоть, думаю, потом прикольно было, когда в Дельфинарии пауков больших вот таких видели. Дельфинов, аку даже. Маленьких хотя бы. Когда дельфины, там прикольно еще было. У нас такое было, что покупаешь мячик, и там, получается, можно будет и дельфинов потрогать. Вот это. Это было очень прикольно. Здесь еще каждый раз квесты вожатые. Здесь очень прикольно. Если бы я это в телевизоре увидел, я бы сразу хотел бы туда. Утром у нас море. Ходим на баян петь. Да, тут играем, тут вечеринки. Да, тут дискотеки классные, с друзьями можно познакомиться, поиграть. Много друзей и кормят здесь хорошо. Я передаю привет деревне Чижа. Я хочу передать привет моей маме и моей сестре Гале и Оливушке. Привет. Детский лагерь «Дружба» располагает собственным оборудованным галечным пляжем. Купаются дети два раза в день, утром и вечером по 30 минут. Помимо воспитателей и вожатых, на пляже всегда дежурит группа спасателей. Также хочется напомнить, что право на получение бесплатной путевки за счет бюджетных средств и оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года предоставляется детям в возрасте от 7 до 16 лет, из семей, чей доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума, а также детям-сиротам, которые находятся на попечении в семьях. Да не пусть собрались мы, а в этом крае даешь мы, только самолетом можно долететь. Александра Бобрякович, Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сочи, поселок Нижняя Макапсе. Сочи, поселок Нижняя Макапсе.